здравствуйте это канал максимадзе я наконец-то вернулся из москвы и снова возвращаюсь так сказать к роликам и сразу же как только я прилетел из москвы я забежал на почту чтобы забрать вот этот вот sony ericsson z320i который заказал еще до полета в москву и он прилетел когда я был уже там собственно посылка на почте 9 дней пролежала и вот в последний день хранения предпоследний точнее забрал значит телефон этот что из себя представляет это телефон был у моей бабушки по материнской линии собственно он попадал же ко мне в коллекцию но я его отдал однокласснику и на самом деле сейчас об этом жалею короче это на самом деле уже второй у меня такой sony ericsson z320i вот первый потому что первым не достался тот случилось буквально то же самое что с самсунгом c110 телефон достался с подубитой прошивкой телефон постоянно зависал пыли то появлялся белый экран в общем пользоваться было просто не в кайф невозможно поэтому я заказал нашел подешевле экземплярчик и купил его собственно вот он этот экземпляр работает уже хорошо значит что представляет из себя он вышел он в 2007 году и z320i собственно трехсотые значения это как бы обозначают что раскладушка в более таком бюджетном форм-факторе не так давно я делал ну да довольно нужно самом деле обзор на sony ericsson z710i более продвинутая такая модель а это так сказать более бюджетная более упрощенная модель здесь гораздо меньше функции и назначений дизайн так сказать на любителя но мне лично нравится для бабушек от реально самое то я считаю здесь матовый пластик вот такой вот чувствуется резина кнопках и причем как-то вот немножко странно вот здесь чувствуется реально матовый пластик а вот в этом экземпляре почему-то он больше похож на глянц какой-то он отражение себя оставляет этот на этом они какие отражения не видны клавиатура довольно удобная раздельная при нажатии ошибиться сложно есть кнопка назад и кнопка стереть символ или программу которая также служит здесь кнопкой включения есть трех в этом пятипозиционный четырехпозиционные на вики с кнопкой подтверждение в середине две функциональные клавиши здесь и клавиши выводящие нас в интернет собственно здесь у нас находится экранчик разрешением 128 на 160 пикселей длина корпуса 87 миллиметров ширина 47 миллиметров и 20 миллиметров толщина весит 90 грамм вместе с аккумулятором полностью телефон сделан из пластика собственно говоря есть довольно таки очень интересный плюс о котором мы поговорим когда закончим с характеристиками оригинальный аккумулятор идет на 950 миллиампер сейчас там стоит на тысячу давайте даже откроем заднюю крышку и посмотрим на него вот этот аккумулятор он довольно большого размера этот на 1000 миллиампер здесь стоит sim карта разъем всего лишь один касательно работа оригинального аккумулятора это семь часов в режиме разговора и 30 часов в режиме ожидания есть и камера разрешение в 1.3 мегапикселя максимальное разрешение фото здесь тысячу двести восемьдесят на тысячи двадцать четыре пикселя есть четырехкратный цифровой зум и собственно говоря есть возможность снимать видео но качество видео просто не достойно того чтобы на этом телефоне снимать видео есть поколение сотовой связи тут у нас 2g там частоты здесь gsm 900 1800 1900 мегагерц сим карта поддерживается одна как вы увидели есть и полифония есть память на тысячу контактов собственно по интернету здесь wap 2.0 и gprs по передаче данных можно подключать вот sony ericsson разъем фаспорт можно подключать зарядку сюда а также различную гарнитуру и кабель собственно кстати говоря в комплекте с этим телефоном не еще положили вот такой вот довольно таки полезная вещь переходник на наушники от волкман не я его еще не пробовал потому что у меня сейчас ауковский шнур далековато лежит но вещь полезная действительно где-то может пригодится с этой стороны у нас кнопка громкости регулировка касательно передачи данных также стоит продолжить здесь есть окошко и к порта инфракрасный порт есть bluetooth к сожалению нет только и порт ну и поддерживается я его полифония 40-голосный забыл сказать ну и что ж теперь перейдем к тому о чем я хотел сказать у этого телефона есть один очень большой интересный плюс это возможность сменных панелей всего их по-моему три если я не ошибаюсь это вот такой красный серебристый и синий моей бабушки был серебристый как вот этот в комплекте были еще сменные голубые панели и эти модели по эти панели можно сменять в любой момент для этого не нужно разбирать телефон для этого достаточно просто отщелкнуть панель сейчас мы это с вами и сделаем вот так вот выглядит без панели телефон ну и задняя крышка и вот теперь поменяем их местами отстегнем отсюда панельку серебристую ставим ее сюда также делаем с задней крышкой сюда собственно вот так вот ставим защелкиваем заднюю крышку также ставим вот так не то есть нет ни туда ставлю так вот так вот вставляем защелкиваем и вот тут тоже закрепляем вот пожалуйста теперь он у нас стал серого цвета и теперь предлагаю его включить включается он как я уже говорил на вот эту клавишу экранчик здесь менее такой выраженные менее менее четки чем на более продвинутых моделях sony ericsson время сбросилось потому что я вынимал аккумулятор надо будет его настроить короче мы видим собственно рабочий стол у нас собой представляет заряд аккумулятора собственно прием сигнала время дата которую надо будет настроить каждую клавишу можно джойстике можно назначить свою функцию вниз контакты например влево сообщение вправо у меня игры вверх это всегда камера камера на 1.3 мегапикселя что-то я не вижу этой видеокамеры здесь может я что-то путаю но на сайте написано что она есть а это зумирование а туда это яркость я что-то мне что-то кажется что и раскладушка не умеет это видео снимать все-таки может быть я ошибся и сайт этот ошибается я просто не вижу здесь видеокамеры значит вот так вот он можно скрывать открывать но есть такая вот небольшая неприятность телефон этот будет очень плохо работать современными сим-картами вот у меня основная сим-карта она же смененная пригласили в салон или два просили чтобы я там сменил сим-карту на более современную и собственно с ней телефон очень часто перезагружается пользоваться им невозможно клавиши нажимаются очень удобно и предлагаю перейти в главное меню здесь у нас 9 иконок это сообщение sony ericson интернет вызовы игры камера диспетчер файлов не умеет похоже телефон тут снимать видео диспетчер файлов органайзер контакты параметры сообщение новые сообщения входящие черновики исходящие переданные сохраненные голосовая почта шаблоны которую можно будет создавать самому интернет заходить не будем интернет дорогой вызовы сейчас не пустые там можно распределять на все непринятые принятые набранные и так далее выигры посмотрим в конце камера уже посмотрели судя по всему она не умеет снимать видео все таки теле 2 меню из меню сим-карты в органайзере будильник которому можно задать сигналы и все такое приложение календарь календарь достаточно удобен задание заметки калькулятор таймер так вот проверили таймер собственно и секундомер контакты посмотрели уже есть вот такие вот функции быстрый набор визитная карточка можно распределять по группам создавать их перезайдем в настройки общие настройки это профили можно выбирать настраивать профиль время и дата сейчас самое время настроить сегодня сейчас 21 39 дата 10 июня 2024 часовые пояса можно выбирать летнее время языки у нас тут какие имеются два языка только английский русский конкретно в этой прошивке ссылки это собственно позиции джойстика несмотря на то что даже вот здесь вот есть метка камера эту кнопку тоже можно сменить на ту которая вас устраивает больше защиты это всякие пин-коды и другие коды мастера настройка состоянии телефона собственно вот модель за 250 а и хотя на самом деле tz320 ай непонятно почему здесь так написано какая-то ошибка 4 мегабайта свободной памяти обстроенный кстати забыл сказать 12 мегабайт 12 мегабайт встроенной памяти ну и можно общий сброс сделать звуки и сигналы это настроить громкость сигнал сменить можно настройки всего вот сигналы сообщений ну и звук клавиш у меня щелчки стоят дисплей фоновый рисунок темы темы посмотрим чуть позже приветствие по умолчанию у нас то что мы видим заставка включение заставка это когда через за минуту там картинка можно поставить чтобы вылезал когда настройки вызовов и связь можно включить их порт можно настроить usb и аксессуары теперь перейдем в диспетчер файлов есть альбом камеры ничего мы не фоткали есть встроенные изображения 10 штук и теперь послушаем как звучит полифония в этом телефоне послушаем сигналы вызова здесь есть несколько медийных своих я понакачал запихнул их в эту папку телефон также поддерживает мелодию mp3 а вот wav например не поддерживает ну давайте послушаем как звучит mp3 даже максимальную громкость при этом сделаем ну как то знаете когда громкость максимально ставишь начинает сильно хрипеть встроенные послушаем рингтоны . Фокусировка пропала. Фокусировка пропала. Есть как MP3, так и полифонические. Так, марингтоны посмотрели, теперь посмотрим темы. Встроенных тем здесь вот это, Flower, Funky, Rally, Retro. Все остальные темы от предыдущего владельца были поставлены. А может быть тоже встроенные, просто в этой прошивке были. Я с этого просто перекачал через Экпорт те темы, которые были на бабушкином телефоне. Собственно, вот как выглядит вот эта тема. Можно, Clarity, это та, что стояла только что. Cruise, Dots. Floral. Ой. Под камеру чуть-чуть сдвинул. Flower. Funky. Но мне больше нравится вот эта, которая стояла до этого. Она более простая и больше всего, мне кажется, подходит к этому цвету телефона. К красному, может быть, подойдет и это. Ну, или вот эта. Предварительного просмотра. Ну, или вот эта. Предварительного просмотра, увы, нету. Приходится каждую тему проверять, чтобы посмотреть. Ну, и теперь, так, во-первых, приложений, их нету. Папка прочая тоже пустая. Теперь посмотрим, наверное, самый интересный для моих зрителей раздел. Это игры. Игра, встроенная всего одна. Это какой-то Johnny Dots, Texas. Texas. Игрушка прикольная. Я ее проходил несколько раз полностью. И я довольно недлинная. Давайте я вам ее покажу немного. Здесь несколько уровней. Всего их 12, если я не ошибаюсь. 12, все верно. И давайте выберем первый. Суть игры в чем? Мы должны выстрелить персонажем из пушки и лететь. На каждом уровне надо влетать во что-то определенное. Здесь показано, сколько у нас энергии осталось. При нажатии на пятерку наш персонаж подлетает выше. Когда энергия закончится, мы больше не сможем летать. Подпитывать энергию можно с помощью молнии в облаках. Вот на первом уровне как раз таки в нее и нужно было нам влететь. Вот, пожалуйста, прошли этот уровень. Потому что врезались туда, куда надо. Метка красная всегда нам покажет, куда надо влететь. Здесь локация в этой игре всего одна, но 3 времени суток. При каждом из которых будет играть разная музыка. Первый это обычная ясная погода. Второй это пасмурная погода. Здесь на этом уровне нужно влететь в два самолета. О, мы влетели еще и в птицу. Дальше можем... Мы как бы цель выполнили, уровень уже по сути пройден. Но мы можем лететь дальше, чтобы... Мы влетели в кактус. И на нас нагадила птичка. Можно так же посмотреть запись игры, которую мы сыграли. Можно так же посмотреть наши достижения. Ну и давайте посмотрим еще один уровень с третьим вариантом погоды или времени суток. Ну давайте вот этот выберем. Желтое такое вот небо здесь. Здесь цель на этом уровне влететь в мужика. В конвойском костюме. Самый сложный уровень это самый последний. Там нужно влететь в корову, которая находится довольно-таки далеко. Вот, влетели. Видимо, там произошла драка. Вдобавок еще и на нас нагадила птица. Потому что одновременно, видимо, в кактус и в мужика врезались. Ну что ж, вот такую вот игру мы посмотрели. Игрушка прикольная. Я ее полностью проходил несколько раз. Ну что ж, такой вот телефон. Довольно-таки неплохой, на мой взгляд. Хотя модель не получила большой популярности. Говорят, что довольно нестабильно может что-то работать. И, в принципе, говорят, модель сырая. На эту кнопку телефон выключается. Что ж. Давайте его закроем. Фокусировка опять пропадает. Вот, все нормально. Ну что ж, дорогие друзья. Сегодня был обзор Sony Ericsson Z320i. Sony Ericsson Z320i. Меня просили снять обзор на Nokia 105. Есть у меня такой. И в скором времени я постараюсь его сделать. Спасибо большое за просмотр. С вас только подпишитесь. С меня пишите видосы. Подписывайтесь на мой блоговый канал. И вступайте в руку в ВКонтакте. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok